Добрый день, welcome to Hotel.fm. Еще раз в Hotel.fm мы делаем регулярные основы встречи с интересными людьми из гостиничной индустрии или те, которые влияют на гостиничную индустрию. Мне конечно не слышал тот разговор, который у нас был наш гост Александр Галушкин из компании Travelline по поводу технологии и тренда. Александр, приветствую, очень рад Вас видеть. Добрый день или вечер, здравствуйте. Я на самом деле давно мечтаю Вас видеть и иметь возможность один на один общаться по поводу технологии, но до момента, когда мы обсудим все моменты, как мы видим технологию, как сейчас компания Travelline? Сколько у Вас подключено, сколько стран вы уже присутствует? У нас в конце прошлого года было 6200 отелей, примерно в 50 странах, ну 90 процентов это конечно Россия, да, то есть мы такая компания международная, но при этом основная точка доходности это по-прежнему Россия. И чуть-чуть ваши основные клиенты это крупные гостиницы, были маленькие гостиницы, 3-4-5 звезд. Изначально значит наш клиент это была крупная гостиница, крупный отель, крупный, средний, потом в какой-то момент мы поняли, что мы можем, наверное, работать с мини-отелем. Для этого нам пришлось создать отдельный бизнес-юнит внутри Travelline, который живет по своим собственным законам. И сейчас у нас получается, что есть бизнес-процессы по работе с большим и средним сегментом, есть отдельные процессы по работе с маленькими отелями, но есть пока что международный отдел, который ну вот по разным схемам, это может быть филиал или партнер, работает с международной, строит международную интернашенную историю. Для наших слушателей, сегодня короткий, но для тех, которые может быть вас еще не ясно, какие продукты вообще есть у компании Travelline? Линейка порядка 10 продуктов. По большому счету мы сейчас стремимся закрыть все основные потребности отеля. В первую очередь это вопросы, связанные с продажами, с автоматизацией бизнеса. И наш основной продукт это модуль онлайн бронирования, который ставится на сайт отеля. Это у нас был первый продукт, который мы уже почти скоро будет 12 лет назад, как представили рынку. И вот это прямо вот тот продукт, в который мы вкладываемся и наши лучшие силы, ну собственно говоря, задействованы там. По большому счету это продукт, который в себе содержит связку с еще массой других каких-то внутренних продуктов. А в конце прошлого года там появилась связка с такими гигантами, как Google, Яндекс на уровне таймета-серчат, ну это как бы тема отдельного разговора. Вот это как бы у нас первый продукт. Второй продукт это Channel Manager. Это система, которая позволяет опять же автоматизировать онлайн-продажи, онлайн-дистрибуцию. Когда отель не занимается ручной стыковкой с массой экстранетов, какой-то перепиской, а когда он ведет все в одном каком-то удобном личном кабинете, функциональность этого кабинета, этого продукта позволяет быстро продаваться везде. Вот это вот единая такая точка продаж. Плюс у нас есть свой собственный продукт для мини-сегмента WebPMS. Это система управления небольшим отелем. У нас есть свой собственный Reputation Manager. Тоже такой небольшой значит light-продукт. Есть свой собственный рейдшоппер по анализу конкурентов. Есть бесплатный продукт под названием Travel Line Помощник. То есть это продукт, который ловит основные ошибки значит у отельеров в настройки там экстранетов, в каких-то там может быть e-commerce моментах, подсказывает. Ну и там пытается сам как-то повлиять на какую-то там ошибочную ситуацию. У нас есть своя собственная WebStudio, которая традиционно является номером один в рейтинге Рунета по разработке сайтов для гостиничной индустрии. Действительно у нас там порядка 40 человек работают. Ну вот как-то так. Как-то так. Я еще помню, на это наверное сейчас если правильно помню и можно меня поправить. Это где-то, но как-то я был на семинаре, ну 5-6 лет назад, я спрашивал у кого есть Channel Manager. И там были какой-то бедный там 3-4-5 руки, который понимался. И потом где-то 2 года назад там были какие-то бедные 5-6 руки, которые не понимался. Видимо была очень большая адаптация такой тип технологии. Но как вы видите вообще способностные российские рынки адаптироваться, применять, работать с новой технологией? Они скорость продвинутая или не продвинутая? Я хочу похвалить наш рынок и наших ательеров. Но дело в том, что так как мы все-таки новомеждународная компания, у нас есть опыт работы на разных рынках. В том числе и на очень конкурентных и очень консервативных. То есть у меня была попытка сделать небольшой блицкрик в Соединенных Штатах Америки и блицкрик у меня не получился. То есть настолько, причем он не получился не потому, что мы технологически где-то проигрывали. То есть нет, мы не проигрывали, а где-то с учетом наших там способностей по разработке там качественных быстрых сайтов, нашего сервисного какого-то такого, мы там выигрывали. Мы завязали просто в том, что ательеры Америки не очень-то спешили что-то менять в своей жизни. То есть у них настолько это устоявшаяся история, настолько не верят в то, что вот если ты вырастаешь за год на 2 процента, это великолепно, что как-то повлиять на них и сделать ребятам вот давайте мы сделаем что-то такое, мы там вырастем там до 10 процентов, но они как-то вот просто это очень тяжело шло. Российские ательеры в этом плане они какие-то, они находятся как ребенок. То есть это вот зрелость рынка, она еще позволяет смотреть на технологические продукты широко открытыми глазами. И когда ты приходишь и даешь какую-то новинку, им просто интересно. То есть это вот действительно, то есть как ребенок, которому интересно там во что-то поиграть и ты говоришь, ну вот тут есть что-то такое, давайте попробуем поиграть вместе. Вместе это как бы ключевой такой момент, потому что если ты просто даешь ребенку игрушку, ну он может не заинтересоваться. Когда ты садишься там с ним рядышком на коврик и начинаешь это все дело рассказывать и объяснять, ну тут конечно совсем интерес другой. И вот в этом плане наш российский рынок, он очень восприимчив. И мне так посчастливилось, то есть мы с 2009 года активно вот в эти игры играем и прямо я вижу как за эти там 11 лет рынок прямо вырос. Это прям очень круто. Я очень рад слышать, где рынка адаптировать гибко и готовы принять технологии. Я не является технологический эксперт, но мне очень интересно весело технологии, которая идет и куда она идет. Вью помню по поводу продвижения на сайт e-commerce, дистрибуционная политика, channel manager, все это вещи. Сейчас, ну как дальше развивается эта дистрибуционная e-commerce системы, многостаничной индустрии? Где возможно экономить затраты, где возможно увеличивать доходы? Как вы видите ситуацию сейчас? Тут на самом деле это большой, ну большой комплексный вопрос, да. То есть, конечно же, то есть нет единого ответа. То есть если я не могу сказать вот делайте так и все будет хорошо. Но есть, конечно же, общие рецепты, да. То есть ходите там гуляйте по свежему воздуху, больше спите, да. То есть вот есть какие-то базовые вещи, которые надо там поправить сразу. Потому что если вы их не сделаете, то бессмысленно делать какие-то там дальнейшие более глубокие преобразования. Если у вас сидячий образ жизни, неправильное питание и на улицу вы не ходите и это как бы, ну ничего кардинально не исправится. Это звучит как моя ситуация, минуя поправится видимо. Окей, я думаю это все же не совсем так. Да, значит поэтому если вот смотреть на ситуацию связанную вот именно с e-commerce, то то, что мы пытаемся делать. Вообще у нас разные клиентские уровни, да. То есть у нас есть випы, так называемые, есть предвипы, есть middle сегмент, есть мини-сегмент. То есть мы никому не говорим кто вы, но у нас внутри как бы есть конечно же четкая градация. И соответственно с каждым уровнем, значит вот клиентов у нас есть свой собственный там свои собственные процессы, как мы работаем. На верхнем уровне, там где вот SLA максимальный, сервис Level Agreement, там мы прямо смотрим, то есть есть, ну вот простой пример, да, то есть где-то года два назад была история, когда на южном побережье нашем в Яндекс справочник пробилось 800 ну таких вот как-то поисковых спамеров, которые просто забили выдачу в Яндекс справочнике, ну своими там ссылками фейковыми, да, вот и мы там занимались тем, что там несколько месяцев занимались тем, что чистили это там с помощью Яндекса, да. То есть вот такие вот вещи, происходят. То есть есть какие-то базовые вещи, которые ты должен делать, должен быть по первому там брендовому запросу там во всех поисковиках, то есть ты должен присутствовать в Google My Business, ты должен присутствовать в Яндекс справочник. И вот конец прошлого года, например, тоже такой пример недавний, когда мы анализировали 300 наших випов с точки зрения подключения к новой программе Google Hotel Price Ads, мы заодно посмотрели как они используют контекстную рекламу. И выяснилось, что из 300 випов, это хорошая гостиница с большими чеками из 300 випов контекстной рекламой, контекстную рекламу покупают только 100 отелей, то есть 200 отелей, они просто теряют свой трафик, да, то есть грубо говоря, может прийти совершенно такой не самый продвинутый контекстолог, заявить ваш отель по прямым брендовым запросам, это, как правило, запросы достаточно, ну, как бы в вашем случае... Пока видно эта тема контекстная реклама, потому что у нас на предыдущий форум был один эксперт, который занимается контекстной в том числе, и как-то мы много общаемся с другими, есть какое-то разделение мнений, есть те, которые скажут, где тратят много деньги на контекстную рекламу, потому что есть столько большие агрегаторы, но невозможно и сложно, и есть те, которые скажут, где все равно надо это саниматься, но надо это, как это, низкие частотные слова или такой тип вещей, как вы видите... Я могу сказать, что надо делать обязательно, то есть по прямым запросам, это так называемый витальный трафик, вы должны быть обязательно, то есть это, то есть если посмотреть на тренд поисковиков, то органический трафик, то есть там, где вы уже должны быть тоже на первом месте, он все ниже и ниже опускается и замещается вверху какими-то платными рекламными блоками, какими-то там спецсервисами от Гугла и Яндекса, поэтому часть вот этого трафика органического, она, ну, так или иначе будет сокращаться и она будет уменьшаться. Задача отельера, это вот в этой ситуации деградации органического трафика хотя бы быть на втором месте, после букинга, скорее всего, контекстной рекламе, то есть это еще одна точка входа. Если вы здесь и здесь, то просто вероятность, что к вам клиент зайдет, это как вот у торгового центра, у которого выход на одну улицу и на другую, то есть либо с одной стороны, либо с другой клиент попадет. Я себе не поставлю задачей контекстной рекламы сейчас, и я думаю, может быть, на Welcome Forum, если у вас есть время, больше эту тему развивать, но вы все-таки выбрали такую модель, где вы берете какие-то проценты от бизнеса, который идет. И как вы можете помочь гостинице продвигать и увеличивать свой дистрибуционный эффект? Вот это вот как раз это вся та самая история, то есть мы просто видим, когда у отеля, то есть мы не можем нагнать туда трафик. К сожалению, здесь у нас есть некое даже концептуальное ограничение, потому что имея огромное количество клиентов, мы сразу попадем в ситуацию конфликта интересов. Мы не можем взять на продвижение там несколько наших конкурирующих отелей, но, к сожалению, это не может. То есть мы можем просто их посоветовать разным партнерам, но при этом мы можем побороться и забрать тот трафик, который им принадлежит, что называется, по праву, то есть это вот то, о чем я говорил, прямые запросы, вот такой вот трафик, значит, контекстный трафик. И дальше преобразование этого трафика уже в броне. То есть вот уже попав на сайт, то есть мы бьемся за максимизацию входящего трафика по вашим там органическим запросам. И дальше наша, значит, основная борьба, это идет за то, чтобы удержать вот этих вот клиентов, которые перешли на релевантный сайт, релевантные их ожидания, и максимизировать конверсию трафика в продаже. И вот здесь вот у нас на нашей стороне начинается там прямо огромная история. Это как бы скорость сайта, это его адаптивность, это фишки, это всплывающие там какие-то там попапы, когда там клиент подзадумался, это мотиваторы на форме бронирования, это прямо вот история. То есть это вот, когда ты меняешь полпроцента в конверсии трафика, а это является, ну, как бы, множителем, да, то есть конверсия на трафик на там средний чек, это в конечном счете то, что приводит к результирующей там выручке, да, к ревенью. Если ты меняешь вот эту вот самую конверсию хотя бы там на полпроцента, то это взлетает просто неимоверно. Вот, мы бьемся вот здесь, то есть наша битва, она находится тут. Маленькие проценты, большие увлечения и выкладки. Конечно, да, то есть эффект бабочки, то есть чуть-чуть ты машешь крыльями здесь, и это приводит к цунами на вашем расчетном счете. Ну, я упомянул там Яндекс, Гугл и так далее, но, короче, я считаю, дай Гугл чуть-чуть время, и они будут впереди Букинг очень быстро. Ваше мнение? Есть, есть такое, да. Я вот был в Амстердаме три года назад на партнерской конференции, значит, нас собирал, ну, ход офис Букинг Кома, и там немножко общался с, ну, там вот их, значит, сотрудниками Букинг Кома, и аккуратно так спрашивал, а чего вы опасаетесь? А где вы видите угрозу вашего бизнеса? Ну, это больше они нас спрашивали, но я тоже там пользовался. И кто-то из них говорит, мы ничего не боимся, мы там, мы великие, мы крутые, но все-таки, как вот между строк читают, чувствовалось, что есть опаска по отношению именно к Гуглу, потому что, когда встречаются два больших гиганта, да, то начинают действовать закон всемирного тяготения, да, то есть, и кто-то один начинает вращаться вокруг кого-то другого, и тот объект, у которого больше масса и больше гравитация, он начинает занимать доминирующую позицию в этой всей схеме, и до тех пор, пока гравитация далеко, ну, там, ну, сила гравитации ослабевает обратно пропорционально квадрату расстояния, но как только начинается сближение, это и гравитационные силы начинают вначале резко усиливаться, а потом просто начинается, начинается просто... Все-таки Google, да? Да, и вот здесь вот мы видим, что Google это очень такая, очень, с одной стороны, технологически, с другой стороны, коммерчески успешная компания, и вот эти вот, значит, попытки, значит, продвигать Google Hotel Price Ads, это вот как раз тот самый блок, в котором изначально у меня были только некий аналог мета-серча, который разбрасывает трафик на Booking, на Expedia, на Агоду и так далее. Сейчас там появляется сайт отеля, то есть мы имеем, как компания TravelA, технологическую связку с Google, и пожалуйста, то есть отель может уже продаваться через Google, и там ему предлагаются две модели, Pay Per Click, и наша как бы привычная в хоспиталике модель CPA, да. Я думаю, что конечная цель Google это встать где-то там в каком-то таком положении, отсекающем положении, и вот ту комиссионную маржу, которую получают сейчас OTA, все OTA, все без исключения, не только Booking.com, потому что мне сейчас скажут, что Booking.com слишком часто звучит. Нет, это все OTA, да, 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 то есть в конечном счете, ну, думаю, что задача угла стоит примерно здесь. Увести поток. И у Яндекса, кстати, тоже, да, то есть если посмотреть, то Яндекс сейчас занимается тем, что он вырос по числу клиентов, он имеет мощный географический охват, и сейчас он просто занимается тем, что делает домонетизацию каждого клиента, то есть это Яндекс.Такси, это Яндекс.Музыка, это там через запятую пошло-пошло, и вот этот вот Яндекс.Путешествие, тот сервис, который мы совместно с Яндексом опять же запустили в прошлом году, когда отель может забронировать прямо в поисковой выдаче отель, это тоже попытка сделать некий шаг на опережение. И у Яндекса стратегия, она только комиссионная, то есть если Google предлагает пока что ЦПЦ, ЦПА, то Яндекс сразу позиционирует это как модель ЦПА, где ставка 14%, что ниже, чем у любого OTA. То есть это вот прямо заход на их прямую зону интересов. А отельеры, они могут мечтать, это давление или гравитация, как ее называется, будет действовать на OTA, где они по ступени уменьшают свои проценты? Это не может мечтать, это не 15-18, 15-15, это что-то под вещами. Это интересная история, да, потому что когда идет, когда гравитация она такая однобокая, да, то есть когда есть огромный такой один игрок, несколько, ну, Мандит, хорошо, да, то, конечно, это, ну, немножечко такая ситуация, ну, такая она опасная чуть-чуть для отеля, да, потому что сила воздействия слишком большая. Поэтому если появляются какие-то там другие гравитационные такие центры, то это может, на мой взгляд, где-то выровнять ситуацию, да. То есть с точки зрения конкуренции, то есть любая конкуренция, она приводит к улучению там сервиса, к улучению качества, к понижению где-то там завышенных цен, то есть, ну, вот, мне кажется, это для рынка это хорошо. Поглотает и потом по ступене стоим. Может быть и так, да. И так тоже. Может быть и так, да. Может быть и так. Но, на самом деле, это очень интересно, я оцениваю вот это направление Google, наверное, в первую очередь, как большая интересная тренда развития. Мы смотрим, да, у нас же есть как бы зарубежные проекты, вот про которые я говорил, мы смотрим, как, например, это идет в Индонезии, у нас сейчас есть один из, значит, таких, мы в прошлом году стартовали в Индонезии, и уже там порядка 50 отелей подключили, и там вот Google прямо работает хорошо. А если не конкретно фокусируется на Google, а фокусируется на технологии, вы, ну, короткий, тот опыт, который у вас есть, работает с рубежными рынками, с российскими рынками, чем они отличаются? Чем отличаются рынки? Зрелостью, в первую очередь, то есть, как я уже говорил, то есть, Россия, она, ну, получилась в таком отстающем положении, да, то есть, ну, ну, так получилось, да, действительно, то есть, интернет-технологии к нам пришли чуточку позже, и то, что мы делаем, это мы просто в какой-то степени, ну, вот последний шаг, да, мы наверстываем, да. Могу сказать, что, как бы, если и то, что было, там, 10 лет назад и сейчас сравнивать, мы, как ни странно, то есть, мы вот это функциональное отставание, мы его, ну, собственно говоря, мы компенсировали, да, а где-то с учетом, ну, вот эти вот более глубокой локализации, мы, собственно говоря, уже и там впереди, да, то есть, в этом плане отличие, ну, вот такое, что у нас, как-то это все легче и быстрее, наверное, проходило. А сколько вообще сотрудники на компании Тарамонлайн сегодня? Около, в России и около 350. Даже если это технология, даже если это онлайн, все равно поддержка, вы все это требуете, свои усилия. Да, да, у нас, у нас, у нас есть такая, такая, это не, ну, это свойство бизнеса, то есть, когда мы начинали, была мысль, что мы делаем продукты, мы эти продукты будем отдавать, значит, отельерам, они будут ими пользоваться, будут платить нам деньги, мы будем сидеть и радоваться на диване. Нет, конечно же нет, то есть, структура, значит, гостиницы и любого оффлайнового бизнеса такая, что, значит, нужно общаться, нужно выстраивать отношения, нужно объяснять, нужно садиться вместе, давайте вместе там что-то попробуем собрать. И мы с этим столкнулись сразу с первого момента и стало понятно, что вот это вот про сервис надолго, навсегда. И в какой-то момент я даже себя поймал на мысли, что мы, пожалуй, даже больше сервисная компания, нежели продуктовая. Продуктовая. Какие элементы, какие вещи для отельера сложны, по которым нужна помощь? Да, на самом деле, все, что связано с их нерутинной вот этой вот историей, все как бы их в основном пугает. То есть, понятно, что есть всегда отельеры-инноваторы. Ну, это вот те айтишники, которые пошли учиться не на программиста, а на отельера, но при этом имеют там вот айтишный склад ума и они готовы там подрываться. То есть, это такие в нашей парадигме, такие инноваторы. То есть, если мы что-то там пробуем, ну, вот там связку с Яндексом, например, да, в конце прошлого года. То есть, всегда найдется там три человека, которые сразу скажут, мы готовы попробовать, даже рискнуть бюджетом, вот, каким-то небольшим, просто для того, чтобы это сделать. Но когда это встает вопрос о том, чтобы донести до широкого рынка, вот здесь прямо эта проблема. Потому что, имея там шесть тысяч клиентов, мы не можем до каждого достучаться. Можем достучаться там до випов, там до предвипов, но при этом у нас остается еще там несколько тысяч отельеров, отелей, куда мы просто, ну, никак не можем проникнуть. Они не читают почту, не читают телеграм-канал, не читают рассылки, ну, вот как-то так. Ну, я хотел это чуть-чуть попозже, но то, что вы меня ослачиваете, это, в принципе, неважно, это сервисная составляющая, это IT-составляющая и другое. Для адаптации любой новой нужно всегда информироваться, надо учиться, надо вот это. Мы это называем социализацией продукта. То есть, надо выпить продукт, и потом надо его социализировать. То есть, ты должен рассказать всем. Так не бывает, что ты испек какую-то новую фичу, даже если она очень нужна. Ранние инноваторы, это вот, про которых я говорил, они это дело подхватят, они это себе поставят. Кто-то еще может быть поставить, может быть нет. А там 80-90% рынка будут ждать, пока ты к ним придешь, и это все не расскажешь, не разложишь, не приготовишь. Но вот, к сожалению, оффлайновый традиционный гостиничный бизнес, он такой, то есть, в него туго заходят самовоспламеняющиеся продукты. Но, с другой стороны, как я говорил, когда ты вкладываешь дополнительную, добавленную какую-то стоимость в виде такого там сопровождения, объяснения, и это им доносишь, ну, тут дело сразу идет на лад. И они там с радостью это воспринимают, и очень благодарны. Это прям, это то, что радует нашей работе. Любая технология надо сопровождать. Обязательно. Надо информировать, надо учить, надо развивать. Обязательно. Хорошо. По поводу сейчас развития, в том числе, но, когда я посмотрел много технологий, но относительно того, что привязано к ПМС. Да. Я, наверное, вижу, те, которые стараются поступенно охватить все процессы и самостоятельно развиваться как отдельно стоящие, мы решаем МСО, потом есть, наверное, вторая половина, которая старается интегрировать много других провайдеров. Ваш подход какой? Наш подход и тот, и другой, на самом деле. То есть мы понимаем, что какие-то вещи мы можем сделать сами, особенно если это укладывается в концепцию онлайн-дистрибуции. То есть мы помогаем отелю, как у нас есть миссия, то есть мы помогаем гостю отелю стать ближе при помощи наших продуктов и нашего сервиса. То есть сближение. То есть если мы как бы вот эту в нашу миссию как-то так плюс-минус укладываемся, мы стараемся это делать. С другой стороны, мы понимаем, что если как бы там есть какой-то пласт, который очень глубокий и что у нас нет там десерьезных компетенций, то, конечно, мы с удовольствием вступаем в альянсы. То есть у нас есть интеграция со всеми там PMS, которые есть на рынке, в том числе и с очень там основными мировыми там решениями. То есть это все как бы... Как вы видите моменты сейчас развития гостяничной PMS? То, что мы имеем, это то, что дальше будет продолжаться или это будет меняться? Ваши мнения. Вот у нас, когда мы, значит, начали всерьез работать с hospitality, мы поняли, что довольно странную вещь, как нам показалось, что автоматизирован, хорошо, ну скажем, хорошо, не хорошо, но достаточным образом был автоматизирован сегмент крупных отелей и средних. Когда же мы пошли в сегмент как бы ниже, то есть это отелей небольших, выяснилось, что автоматизация там очень слабая. То есть там нет, у отеля, ну отель просто жалеет деньги на то, чтобы поставить там PMS. Я не буду назвать компанию, но когда мы откроем крупные гостиницы, правда, и мы потратим там по 5, по 6, ну вот даже 13-14 миллионов в общем на технологии чешские решения, я понимаю, где маленькие гостиницы сложно справляться. Но сейчас есть много мировых примеров, когда ВСО 100% облачно, но насколько это будет держаться облачность, не облачность, потому что на одну сторону хочется верить, где ВСО идет облачно, и где затраты касается этого сильно уменьшаются, но момент безопасности, наши серверы, вот ВСО, как вы видите? Мы видим, что тренд в небольшом сегменте как раз-таки идет в облако, и мы в какой-то степени, в большой степени в этом участвуем, потому что когда мы осознали проблему мини-сегмента, мы разработали вот свое решение WebPMS, и туда пошли сейчас у нас больше 2000 инсталляций WebPMS, то есть больше 2000 отелей используют наше решение. Да, это неплохие цифры с учетом того, что решения не так давно в это дело вошли. Да, то есть, что касается небольшого сегмента, там все будет в конечном счете в облаке, я здесь уверен. То есть там цена вопроса не столь, да, цена безопасности, цена риска не столь велика. Вам, наверное, не нравится то, что я сейчас буду сказать, но у меня такое ощущение, тем больше это PMS идет в облако, тем меньше будет это первая начальная инвестиционная составляющая, получается условно. Ну, это какие-то компании, которые предлагают там один доллар в месяц за один номер, да? У меня такое ощущение, где на будущее, потому что этот доллар идет, они будут сунуть какой-то, можно выбирать все рекламы, без рекламы, и все рекламы получать бесплатно условно. Может быть, да. То есть, может быть и так. То есть, если это будет платформа, которая будет охватывать какой-то большой трафик, и этот трафик можно будет монетизировать, может быть и действительно и так. То есть, действительно, пожалуйста, ставьте себе решение, и, соответственно, рекламодатели будут покрывать все расходы на разработку. Но это все же больше B2C история. Вот мы как B2B понимаем, что у нас другие клиенты, другая аудитория, другое отношение к софту. Поэтому все равно, ну вот, да, у нас будет, скорее всего, какая-то модель по подписке. Но то, что мини-сегмент, а потом дальше будет постепенно это переползать на средний сегмент, будет переходить в облако, это несомненно. Что касается больших каких-то систем, таких больших enterprise решений, ну, в ближайшее время это точно не произойдет, да, потому что вопросы стабильности, безопасности, цена вопроса, цена риска, она слишком большая, чтобы, ну, значит, зависеть от интернета. Потому что интернет, это все же, ну, всякое бывает. Вот его может не стать внезапно. Я, мне интересно ваше мнение, я общался с усилировать крупные российские компании, как Ростелеком, которые занимаются развитием технологии, которые в том числе и стараются на все различные индустрии войти. Но у них есть некоторые вещи, которые обычный разработчик не имеет. Они имеют за счет своей огромной клиентуры, доступ к огромным количествам клиентуры. Мне показалось нормальным, где они свою технологичность, соединяются в свои базы клиентуры и начинают в том числе помочь. Это дистрибуционная политика. Вы это видите, верите или это я мечтаю? В том, что какая-то большая глобальная компания начнет использовать бигдаты для захвата себе. Это же происходит. То есть, вот, если посмотреть на, ну, вот я пример с Яндексом приводил, то есть Яндекс уже не может расти вширь. Ну, он может, да, но Россия закончилась. То есть, все люди знают, что такое Яндекс, все люди там так или иначе им пользуются, но у нас не прибывает население быстро. Что остается Яндексу, это копать вглубь, да, то есть залезать глубже в наши карманы. Все, то есть, все, что они делают. И любая глобальная компания, то есть Ростелеком или Сбербанк, я уверен, то есть у них у всех в стратегии написано, это увеличение среднего чека, как это на языке юнит-экономики Арпу, увеличение Арпу с каждого клиента. Это несомненно. Как это касается ПМС, что есть, какие-то моменты, которые вы видите, еще не автоматизированные, но которые уже давно пора автоматизировать? Мы сейчас делаем такую вещь, это как раз-таки вот к вопросу, по какому пути вы идете. Мы сейчас делаем совместное решение с компанией Битрикс24, мы делаем CRM, то есть Битрикс24 это самая популярная CRM в России, порядка 70% рынка, и вот уже получается год назад мы съездили к ним в Калининград, в штаб-квартиру, пообщались с Сергеем Рыжиковым, это основатель и генеральный директор компании, значит и после этого приехали с пониманием того, что не надо нам самим делать CRM, потому что вот она уже есть. Зачем нам строить еще один треволайн, чтобы строить еще одну CRM? Вот есть уже CRM, и мы, собственно говоря, взяли ее за основу, и с одной стороны это будет бизнес-логика на стороне Битрикса, с другой стороны будет вся вот это вот глубокое понимание hospitality, все вот эти вот интеграционные моменты, работа там с ПМС, с профайлами, то есть весь сейлс формируется. Да, 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 то есть мы строим, простраиваем всю вот эту вот технологическую воронку со всеми вот этим вот функционалом CRM, то есть делаем гибрид. Внутри компании hospitality management мы тоже используем Битрикс, и мы стараемся это внедрить на некоторые гостиницы, там есть много моментов, которые надо дорабатывать, я думаю. Мы понимаем, что это процесс непростой, что когда ты ставишь CRM, тебе при этом придется ставить еще и процессы. Это нас в какой-то степени немножко, ну, мы понимаем, что это будет опять же история небыстрая. Но у нас никогда быстрых историй не получалось, поэтому мы понимаем, что если мы приходим в какой-то там новый для себя сегмент, то скорее всего там будет долгая история, которая, ну, приведет к тому, что мы просто сделаем какой-то еще очередной шаг. Сильная составляющая, которая сейчас идет, потому что, ну, мое мнение, это мое личное мнение, это, пожалуйста, не арестуйте меня, но эта функция CRM внутри любой PMS, он всегда был слаб. Как будто бы да. И как-то касается, ну, сейчас я шапочка как управляющая, мне надо контролировать дистрибуционный процесс, мне надо контролировать продажный процесс и без какой-то четкой цепочки, где я вижу, без цепочки, от попал на сайт до покупал условно, или общался и покупал, вот это CRM, в скором случае, решает. Да. Мы понимаем, что вот этого как будто бы пока нет, что рынок готов, что запрос получается, и вот эта история, она даже привела к тому, что мы, когда начали в этот продукт глубоко погружаться, даже у себя в компании поменяли CRM. То есть у нас стояла CRM от Microsoft, Microsoft Dynamics CRM, это очень крутая enterprise платформа, но там многих вещей просто не было, их приходилось нам самим постоянно доделывать. Значит, когда же мы увидели вот в том виде, как сейчас есть Bittrex, последний раз мы его перед этим проверяли, там, года 3-4 назад, он нам показался слабоват. Bittrex прошлого года, мы решили, ну, все, пора. Да, окей, это интересно, но я буду очень хорошо, что следующее, это усиливание CRM-функционал, PMS, есть что-то еще, и войдет еще больше внутри гострица, ну, как они называются, сервиатор, общение с гостями, etc. То есть мы не спешим, да, то есть можно просто порваться, то есть мы понимаем, что у нас есть ресурс ограниченный, и если там брать на себя там хаускиппинг, там, вот все вот это, это слишком много. Вот, то есть наша задача это онлайн-дестеррибуция. Если вы не брать ваше собственное развитие, пожелание к развитию, вы видите здесь какие-то тренды, которые скоро будут появляться и реализовываться, если не с вами, а другие? Мы видим тренды, которые касаются нас, и тренды, ну, вот так сходу скажу, наверное, две вещи, то есть первый момент, это все-таки, как будто бы Россия в массе, то есть если брать там, как бы в массе не продвинутых ательеров, там, Санкт-Петербург или Москвы в массе, аудитория начинает дозревать до понимания того, что динамическое ценообразование и управление ревенью может на ровном месте поднять вам доходность. Вот, до этой мысли, до того, чтобы там массам дойти, ему потребовалось довольно много времени. Вот в прошлом году, мы когда в эту историю всерьез связались, мы сделали такой интересный эксперимент. Мы взяли, кажется, 10 или 15 наших клиентов, мы просто их выбрать, сделали выборку и получили, значит, вот у меня была специальная рабочая группа, стояла задача их просто перевести со статической системы тарифа образования на динамическую и следующий шаг это уже управление ревенью через там прайс-оптимайзер. У нас получилось только перевести одного, только одного, то есть если брать вот обычный отель, вот так, вот, давай. Только один отель, значит, выслушал нас и сказал, ну, хорошо, окей, давайте, давайте поработать. А столицы сказали, нет, нам этого пока не надо, у нас все хорошо и так. И вот, как ни странно, то есть вот до такого широкого понимания ревенью Россия, ну, вот, только сейчас доходит. Это вот тренд, который уже давным-давно на Западе, вот здесь он начал, наконец, вот, вот в этом году как будто проявляться. Это одна история. Другая история, ну, вот это тоже, то есть это чат-боты, которые сейчас пока что больше как такой фокус-покус, но кто его знает, то есть любое, как бы, чем подкупает чат-бот, это тем, что он быстро дает ответ. То есть скорость доставки ценностей, да, скорость доставки ценностей до конечного клиента, это очень значимая величина на успешность проекта. Если у тебя ты задаешь вопросы, сразу на него получаешь релевантный ответ, это прямо здорово, здорово тебя выделяет. Ничего лучшего. Мы скоро идем до конца нашего сегодняшнего эфира, но вы как эксперт в цифровой IT-технологии и человек, который уже давно разобрался в сфере гостеприимства и гостемичного, откуда вы берете вашу информацию, как вы учитесь, как вы развиваете, где вы берете информацию для своего собственного развития? Нам в какой-то степени повезло, потому что есть такой принцип fast second, это если вспоминать простейший пример, это когда есть Америка, которая изобретает ядерную бомбу, сбрасывает ее там на Хиросиму, и Советский Союз, как вторая сверхдержава, понимает, что либо они быстро сделают ядерную бомбу, либо может все пойти очень плохо. И для этого любые средства хороши. В итоге там промышленный шпионаж, вся шпионская история. Так или иначе, но у Советского Союза через короткое время появляется противовес ядерная бомба. У нас в какой-то степени, так как наш основной рынок это все же Россия, у нас в большой степени нам просто проще работать, потому что мы fast second. То есть мы просто видим то, что реально работает уже там, и нам не надо самим пробивать лыжню. То есть это вот только сейчас мы начинаем уже бить лыжню где-то, потому что мы за 10 лет вот это вот отставание, собственно говоря, сумели скомпенсировать. И все, что мы делали, это мы делали просто fast second. То есть мы смотрели, понимали, что работает, что не работает, и просто делали... Почитайте висок, который происходит в мире, и идти к этому. Конечно, для этого не надо быть Эйнштейном, для того, чтобы пойти и почитать какие-то глобальные там форумы, журналы, тренды. То есть в этом плане мы очень такая простая утилитарная компания, которая берет лучшие мировые практики, и учитывая отставание на основном нашем рынке, где мы работаем. Это, кстати, очень часто какая-то есть одна компания, которая доминирует именно вот на этом рынке. То есть это если посмотреть Европу, везде есть какой-то такой игрок, и просто берем это. Вот сейчас, когда у нас примерно равный функциональный паритет, вот здесь уже начнется самое интересное. Вот тут уже начнется круто. Реальная борьба. Да, да. Но сейчас я на самом деле вас послушать, с вами общаться можно вечно, и я надеюсь, у нас скоро будет еще возможность. Но как последний от сегодняшнего эфира, какие три совета дали утилеры, как касается технологическое развитие? Друзья, будьте открыты, не бойтесь рисковать. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Если вы слышите, если мы вам что-то рекомендуем попробовать, просто возьмите и попробуйте. Это не страшно, это не так уж и сложно. И вы получите хороший финансово-коммерческий результат или не получите. Но, по крайней мере, это будет что-то в жизни, что произойдет, и это произойдет под вашим управлением. То есть ехать на машине и управлять ей, это гораздо интереснее, чем ехать на маршрутке и слушать радио шансон, который слушает водитель маршрутки. Вот такой совет. Хорошо. Ну, я очень рад с вами сегодня пообщаться. И я не дождусь в следующий раз, когда будет такой возможности. И для всех наших слушателей, я надеюсь, вам понравится. Мы сейчас скоро, где-то через неделю 10 выложим. Если кто-то хочет послушать еще раз, мы будем онлайн и лайв для вас, сколько вы хотите. Я желаю вам все успеха. И для вас, я знаю, срыв развития. Спасибо вам всем. Спасибо большое. Спасибо.